Добрый день! Вы смотрите Ост-Вест, европейский телеканал на русском языке. Каждый вечер мы выходим в прямой эфир из нашей студии в Берлине. И рассказываем вам о главных событиях дня сегодняшнего. В эту пятницу с вами я, Мария Волкова. Это дайджест новостей. И вот о чем мы поговорим сегодня. Галли, Лейпциг и Берлин. Как проводят свое двухдневное турне по Германии госсекретарь США Майк Помпео. 30 лет со дня падения Берлинской стены. 70 метров под землей. Операция по спасению шахтеров в Саксоне Ангальд. Канцлер Германии Ангела Меркель и госсекретарь США Майкл Помпео встретились сегодня в Берлине. Приезд госсекретаря приурочен к юбилейной дате. Завтра исполнится 30 лет с момента падения Берлинской стены. Политики вспоминали прошлое и говорили о совместном будущем. Конечно, это особенно трогательно для меня, так как я жила и училась по ту сторону железного занавеса. И тот факт, что сегодня мы являемся близкими друзьями и партнерами, что США при Джорджи Буша помогали Германии объединиться, мы, конечно, никогда не забудем. Сегодня перед нами стоят уже другие задачи, но мы остаемся союзниками и партнерами, которые посвящают себя решению проблем во всем мире. И это также задает тон нашим переговорам. Конфликт в Афганистане, конфликты в России и Украине, вопрос о будущем Сирии, вопрос о мире в Ливии – все эти темы, темы, которые мы рассмотрим сегодня. Я хотела бы отметить, что Германия хочет играть активную роль в решении этих проблем. Мы должны невероятно гордиться работой, которую мы проделали вместе. И мы должны напоминать гражданам Германии и Соединенных Штатах, да и всего мира о силе наших двух стран. Канцлер Ангела Меркель была большим другом Соединенных Штатов. Германия остается для нас самым важным партнером. Я видел заявление министра обороны об увеличении Германии взносов в НАТО. Это хороший знак. Это очень важно, потому что мы думаем, что отношения с НАТО важны. И нам нужно, чтобы все работали вместе, чтобы убедиться, что Альянс остается мощной силой добра в мире. Это было невероятной привилегией провести так здесь два дня. Побывать в Медлоройте, пройти через границу, которую не разрешалось пересекать в 1989 году. Это напоминает мне о важности отношений между нашими двумя странами. Проблемы, которые Германия и Соединенные Штаты взяли на себя от имени мира, огромные. А минувшие два дня, которые Майк Помпео провел в Германии, были действительно насыщенными. В четверг госсекретарь Дональда Трампа провел в турне, побывший ГДР. Побывал в Лейпциге, Галле, а начал с небольшой деревни Медлоройт в 300 километрах от Берлина. Здесь проходила граница и стена между западной и восточной Германией. В деревне всего 50 жителей была, как и Берлин, разделена стеной на две страны, за что Медлоройт называют маленьким Берлином. Сейчас здесь находится музей. Майк Помпео приехал сюда вместе с министром иностранных дел Хайко Маасом. После поездки в Медлоройт Помпео поехал в Галле, где 9 октября напал на синагогу первый экстремист. Правый экстремист, он застрелил двоих человек. У Майка Помпео было особое желание приехать в Галле, чтобы показать, что мы также являемся партнерами в борьбе с антисемитизмом. Эти ужасные события, которые произошли здесь, еще раз напоминают нам об ответственности в борьбе с антисемитизмом. Мы уже приняли пакет мер в правительстве, но я думаю, что долг каждого бороться с антисемитизмом. Говорить об этом, говорить о том, что их меньшинство в Германии, а большинство хочет жить в открытой и терпимой стране, в которой мы живем и уважаем наших граждан. Это наша ответственность, которую мы имеем из-за нашей немецкой истории. А вот как свое желание посетить Галле, Майк Помпео прокомментировал в Твиттере. Сегодня я посетил синагогу в Галле, чтобы выразить солидарность еврейской общины и соболезнования из-за недавнего нападения. Мы должны решительно бороться с антисемитизмом, где бы он ни находился. Майк Помпео даже поставил немецкий тег на этот пост. «Халле Цузамен», что значит «вместе мы гали». А до этого он побывал в Лейцеге, где я встретился с бывшими гражданами ГДР, которые активно протестовали против коммунистического режима в 1989 году. Сегодня я встречался с храбрыми жителями Лейцега, которые мирно протестовали против правления коммунистов 9 октября 1989 года. Они из разных слоев общества, но их объединяет преданность демократии и свободы. Их мужество – пример для всех нас. Эти слова президент США Рональд Рейган сказал за два года до падения Берлинской стены. Завтра, 9 ноября, Берлин, да и вся Германия отмечают юбилей – 30-летие падения Берлинской стены. Правда, разрушил ее не Михаил Горбачев, а сами граждане ГДР. После мирных акций протеста в Лейцеге и Берлине, 9 ноября руководство ГДР дает пресс-конференцию, на которой Гюнтер Шабовский читает по бумажке, что было принято решение, по которому каждый гражданин ГДР может выходить из страны через пропускные пункты на границе. Политбюро ГДР хотели всего лишь упростить выезд, но люди поняли иначе, они пошли к стене проверить. Несколько часов граждане ГДР фактически штурмовали стену, пограничники использовали водометы, но позже один из начальников КПП на Борнхольмерштрассе принимает решение открыть ворота. И жители восточного Берлина хлынули в Берлин Западный. Тогда они еще не знали, что эти ворота больше не закроются никогда, что это не исключение от день падения Берлинской стены. Сейчас Берлинская стена одна из главных достопримечательностей столицы. Почти в каждой сувенирной лавке можно купить кусочек стены. Неизвестно, правда, настоящая она или нет. Это тогда, 30 лет назад, граждане ГДР взбирались на стену и молотком отбивали себе часть истории на память. Прежде всего, хочу сказать, что люди настолько глупы, чтобы покупать кусок камня, думая, что это часть Берлинской стены. Эта стена – место, где погибали люди. Я вообще сомневаюсь, что это стена. Нет столько стены, сколько камней от нее продается. А пока кто-то ломал стену, другие ее разрисовывали, превратив в произведение искусства. Это галерея из Сайд. Почти двухкилометровый участок стены, который оставили, а художники использовали для творчества. Мы, художники, писали эти картины в период с января по сентябрь 1990 года. Нам нужно было запечатлеть в искусстве этот период. Так и произошло. Людям действительно интересно смотреть на эти картины, на то, как прорываются через стену, или на социалистические братские поцелуи Леонида Брежнева и Эриха Хонекера. Вспоминали сегодня о 30-летии падения Берлинской стены и в Бундестаге. С этого началось заседание парламента. Но даже эту тему вновь использовали для политических дебатов. За свободу всегда надо бороться и снова ее отвоевывать. Это также означает взять ответственность за себя, за свою страну. И это трудно, не мне вам рассказывать. Но сейчас на Востоке и на Западе у нас есть тенденция, что люди говорят, да передайте вы эту ответственность государству, пусть они обо всем позаботятся. Тем сильным мужчинам, которые управляют страной. Или авторитарным партиям, они тоже обо всем позаботятся. Дамы и господа, отдавать свободу таким образом – это самое большое предательство тех мужчин и женщин осени 1989 года. Объединение страны подарило нам новых политиков, например, действующего канцлера Ангелу Меркель. Но, к сожалению, она не рассказывает нам о тех методах «разделяй и властвуй», которые выучила в коммунистической молодежной организации ГДН и отдаёт свободная немецкая молодежь. Как с помощью агитации и пропаганды держать народ под контролем? Это ценное знание, которое помогло бы нам избежать раскола, который снова грядет в нашей стране. Как вам удалось госпожа Меркель допустить, что сегодня антифашистская и антигерманская стена вновь разделяют нашу страну. Сегодня вся Германия следила за операцией спасения шахтёров и шахты Тойченталь в Саксоне-Ангальд. В 9 утра произошёл взрыв под землёй. На глубине 700 метров остались 36 шахтёров. В результате спасательной операции их удалось вывести на поверхность. Два человека получили ранения. Это 44-летний поляк. Он доставлен в больницу с тяжёлыми ранениями. И 24-летний немец. Причина взрыва сейчас устанавливается. По одной из версий, это был взрыв водорода. Когда-то на шахте Тойченталь добывали калий. Но 15 лет назад шахта была закрыта. И сейчас используется как полигон для хранения опасных отходов. В частности, в туннеле и полости шахтёры складируют пыль из фильтров мусорожергательных заводов. На этом у меня всё. Я прощаюсь с вами. А сразу после выпуска смотрите программу «Восток-Запад». Мои коллеги Марфа Смирнова и Дмитрий Вачедин побывали в Галле, где встретились со свидетелями и теми, кто был в синагоге во время теракта. Субтитры создавал DimaTorzok